Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев побывал в Елабужском институте КФУ, где встретился со студенческим активом. В начале встречи директор института Елена Мерзон отметила, что тесный контакт между учебным заведением и муниципалитетом помогает будущим выпускникам сориентироваться и выбрать свой профессиональный путь. Как сообщил в своем докладе Рустем Нуриев, сегодня в Елабуге активно развиваются разные отрасли экономики, начиная от сельского хозяйства, заканчивая созданием новых промышленных площадок, и в ближайшем будущем ожидается практически двукратное увеличение населения города, а значит потребность в квалифицированных кадрах будет только возрастать. Главную роль в развитии территории сегодня играет особая экономическая зона Алабуга, а также несколько крупных предприятий города, а наличие здесь подразделения большого федерального вуза позволяет рассчитывать на то, что промышленная и социальная инфраструктура района не будут испытывать кадровый голод. Также в ходе беседы со студентами Рустем Нуриев ответил на вопросы, касающиеся разных сфер жизни города. Главным образом студентов интересовала ситуация с общественным транспортом в городе, процессы социализации и адаптации иностранных студентов. Кроме того, участники встречи обсудили готовящееся строительство новой парковки рядом с институтом. На данной встрече я задавала вопрос, связанный с общественным транспортом. Это очень важный вопрос для жителей города Елабуги. Глава ответил не только на мой вопрос, но и на вопрос всех студентов и вообще всех желающих. Пошла встреча очень душевно. Почаще бы были такие встречи, потому что именно на таких встречах в близком кругу ты понимаешь, насколько важно вкладываться в город, в котором ты находишься в данный момент. В Елабуги я живу уже 10-й год, и за это время этот прекрасный город действительно стал моей второй родиной, буквально, потому что здесь я не только получила свое первое высшее образование, но и сейчас я завершаю уже третью ступень высшего образования. И это, конечно же, невозможно без вдохновения талантливых людей и тех, которые жили много веков назад, и те, которые сопровождают меня и сегодня. Я очень благодарна и нашему учебному заведению, и нашему городу, потому что здесь всегда очень уютно, всегда по-домашнему тепло. Все мои родственники всегда с удовольствием приезжают в Елабугу, они все просятся ко мне в гости. И мне бы очень хотелось этот город назвать местом своей дальнейшей жизни, и роста не только духовного, материального, но и профессионального в том числе. Еще одним гостем встречи стал один из студентов Елабужского института, призванный в рамках частичной мобилизации в ряды вооруженных сил в 2022 году. Боец рассказал о том, что, находясь на передовой, военнослужащие получают все письма и посылки, которые отправляются им с их малой родины. Он выразил благодарность жителям района, а также коллективу Елабужского института за ту помощь, которая оказывается с момента начала специальной военной операции. Встреча окончилась взаимным пожеланием того, что подобный формат бесед должен стать регулярным, а сотрудничество между институтом и муниципалитетом должно укрепляться и затрагивать все новые сферы.